Видео для тех, кто скучал по игровому контенту на этом канале. Так, я строил голд таверки, они просто необходимы в этой игре на старте. Теперь какое-то время, в принципе, ничего делать не надо. Наверное, мало кто из вас знает, но в свободное время я люблю играть в Warcraft 3, а точнее в кастомные карты. Вот мои соперники тоже эту стратегию знают, точнее тут как бы эту стратегию знать не надо, она написана в описании. Поэтому очевидно, а нет, кому-то было не очевидно, что нужно слушать создателя карты, который рекомендует начинать с голд таверок. Да, так о чем это я? Привет, ютуб, с тобой Вайс. Я люблю свободное время, у меня свободного времени очень мало играть в кастомные карты на Warcraft 3, кто не знает. Я надеюсь, все мои подписчики знают, что такое 3 Warcraft и об этом отдельное видео снимать не придется. К сожалению, нет у меня сейчас свободного времени на то, чтобы начать какое-то серьезное прохождение какой-то серьезной современной видеоигры. Но то, чтобы записать вот такой вот видосик, у меня время нашлось. Если вам понравится такой контент, то, может быть, буду почаще снимать на 3 Warcraft или на какие-то такие небольшие игры, такие стримы. Раньше я часто снимал летсплеи, но как-то они были не сильно популярны на каналах. Но, опять же, я знаю, что среди моих подписчиков есть те, кто подписался на меня только из-за моих стримов. Поэтому вчера, вчера я запостил блог, надеюсь, надеюсь, это видео я выпущу по отношению к влогу равномерно. То есть вчера влог, а сегодня этот видосик, да, так сказать, какой-то прикольный разнообразный контент. Плюс, блин, подлагивает? Как это вообще может быть, блин? Жесть просто, это типа интернет тормозит или что? Или, или что? Ну, ладно, надеюсь. Надеюсь, это сильно не испортит геймплей. Я построил 4 голдауэрки, это максимум, сколько можно в этой игре. И вроде как дела у меня идут хорошо. Будем грейдить атаку. Или скорость. Что-то ты, наверное... Ну, типа, по логике... По логике это должно увеличить скорость для всех башенек, то бишь и для голдауэрок тоже. Мне нужно, чтобы нормальность быстро атаковали голдауэрки в первую очередь. Ладно, о, мне уже загрейдили, не загрейдили воинов, которые меня атакуют. Ну, неважно. Я думаю, что ни лаги, ни грейды врагов не помешают мне... Мне продамажить всех в этой карте. Потому что... Ну, насколько я понимаю, как минимум, двое человек не нубы. Не нубы, а нормально будут играть. Я не могу сказать, что я прямо про-игрок в этой карте, да. Хотя я говорил, что наиграл в неё уже много, но... Но, в принципе, всегда играл довольно-таки с сильными игроками. Короче говоря... Не, чё, я побеждал в этой карте. Чё, я так прямо... Я просто... Просто забыл. Давно не играл? Может, пару недель не играл? А так вообще я люблю вечерком, когда вот уже сил нету ни на что, уже глаза болят. Уже, типа, и нельзя нормально монтировать, потому что... Я построил криво, а теперь просто специально строю симметрично. Ну, неважно. Уже начинает, когда под вечер, после дня монтажа болеть глаза, уже ты не можешь смотреть на этот монитор. Ксюша спит, поэтому нельзя нормально работать со звуком. Красный чуть не слил. Ну, молодец, что тебе сказать. Даже вот, как бы, да. В общем, когда уже все силы на исходе, но ты не можешь заснуть, потому что в крови у тебя либо кофе, либо энергетик. Ну, как правило, у меня это Бёрн. Я не могу заснуть сразу после того, как я закончил работать. То я пару, может, там, часик, пару партий, ну, играю вот в Варкрафт. Не думаю, что эта партия продлится долго. На самом деле, у меня сегодня такой немножко подвешенный день оказался. Дело в том, что я вот сейчас такая вот, типа, я во влоге жаловался на сильную занятость, да, что очень многим-многим занят. Но дело в том, что, знаете, как вот даже не знаю, все ли вы смотрели влог, я рекомендую вам посмотреть. Всё-таки я там, считаю, рассказываю интересные вещи. И одна из вещей, которую я там рассказываю, это чем я вот так сильно занят. Да блин. Чуваку, видно, надо на 30 секунд отойти. Не, ничего не буду писать, наверное. Ну ладно, так, что я рассказывал? Я рассказывал, что... Я забыл, я потерял мысль. Я потерял мысль разговора, ёлки-палки. Но если вам такой контент понравится, то будут снимать периодически такие ролики, потому что, как многие из вас уже должны знать, я купил себе новый микрофон. И теперь могу вот такие видосики снимать вообще, типа, налегке, потому что звук сразу пишется вместе с игрой, так сказать. И на такой микрофон можно и стримить, но я не хочу не начинать онлайн-стримы, пока ещё не прикуплю себе вебку. А вебку я себе не прикуплю, потому что сейчас... Ну, опять же, кто досмотрел вчерашний блог до конца, знаю, что меня ждёт очень крупное капиталовложение. Я хочу открыть свою студию, и поэтому каждую копейку хочу вот максимально направить в эту студию. И вот то, что я говорил. Почему я в подвешенном состоянии? Вспомнил, что я хотел рассказать. В подвешенном состоянии, потому что... А, вот вернулся. Так вот, да, в подвешенном состоянии. Обычно, когда у меня появляются хреновые клиенты, я работаю оператором, как бы фрилансером, видеомонтажёром, да, когда у меня появляются хреновые клиенты, я посылаю их нафиг, потому что у меня высокий уровень уважения к своему труду. Блин, фиол вообще ничего не строит. Шесть. Мне кажется, я зря так быстро застроился, то бишь, многих юнитов добивали мои стрелки. Синий вообще что-то неадекватное строит. Блин, да, многих юнитов добивают мои стрелки, и... Не так много добывают мои голдаверки, поэтому фиол наверняка меня опережает по голде. Ну, надо... Надо засылать вовсю красному, чтобы он начал вовсю засылать синему, а синий начал вовсю засылать фиолетовому, потому что фиолетовый мне засылает уже вовсю, крипы всё сильнее и сильнее, и чувствую, таким ходом фиолетовый меня продамажит. Жесть. Да, в этой игре можно легко слить, не только там благодаря тому, что у тебя сильный сосед, а как минимум по той причине, что... Возможно, у твоего сильного соседа... Слабый сосед, так сказать. Да я так понимаю, что фиолетовому запускает синий, а синий, ну, бас. Поэтому... Поэтому фиолетовый, скорее всего, выиграет. Сейчас я начну активно засылать красному. Может быть, я снесу красного, но это вообще никак не повлияет на фиолетового. Скорее всего, фиолетовый в этой партии победил. Хотя, может быть, красный снесет синего, его войска резко кинутся на фиолетового, и случится чудо. Ну, в общем, посмотрим, сколько я смогу продержаться. Опять же, да, я вам рассказывал что-то, что мне кажется важным, про клиентов я своих рассказывал, что у меня бывают клиенты-сволочи, которые... сначала, типа, а-ляд, просят максимально сэкономить их бюджет, чтобы, вот, типа, сократить количество съемочных дней. Короче, вот просто, знаете, типа, минимальное оборудование, минимальное персонало, минимальное время на выполнение работы, но должен получиться Голливуд. Обычно таких клиентов посылаю нафиг, потому что лучше иметь одного клиента, хорошего, нормально оплачащего, платье, нормально, готового нормально платить, чем пять хреновых клиентов. И обычно я таких клиентов посылаю нафиг, говорю, что я уважаю свой труд, вы мой труд не уважаете, поэтому до свидания. Но сейчас я реально каждую копейку у меня на счету, потому что чтобы открыть студию, нужно забросить единоразово очень много денег. Это не хухры-мухры. Поэтому я в этом месяце, да и в прошлом месяце активно работаю на разных клиентов. Есть клиенты, которые очень ловко меняют условия изначальной договоренности, вы там, типа, договариваетесь, ну, грубо говоря, там, за одну сумму, а они либо как-то потом ой, а вы же говорили, что можно там, типа, сэкономить на вот этом, так, и вот, блядь, два варианта. Раньше я таких клиентов посылал, и как бы я ничего не зарабатывал, но я переставал на них дальше тратить время. Вот. А сейчас, чтобы заработать хоть что-то, я таких клиентов все равно оставляю. Хотя, вот, опять же, сейчас из этих клиентов у меня такой день дурацкий, потому что, вот, начиная с сегодняшнего утра, я отдал все заказы нормальным клиентам, которые уже успели заплатить авансы. Да, получается. И такое вот состояние, когда ты, наверное, как бы долго работал над какими-то проектами, у тебя сразу в голове, типа, так, а что я должен делать дальше? Я понимаю, и вот в этот момент тут, типа, полушария разделяются. Да, вот я сейчас пытаюсь одновременно базарить вам, а меня тут в то время сносят. Я начинаю... О, наконец-то снесли. Все-таки, все-таки красный снес. Все-таки он снес синего. Или это синий покинул игру? А, синий, синий сам себя слил. Он понял, что что-то у него не получается. Ну, вроде нормально дамажу, вроде все сношу. Хоть фиол на меня нормально закидывает. Ну, вот я адски замораживаю всех его бойцов. Сейчас, наверное, будем стараться застраивать все лучницами. А вообще-то... Вообще-то... Надо... Надо бы... Грейдить... Грейдить еще вот эту вот светлячка, как она там называется, Лаки Тауэр. В принципе, у меня проблем нету. Интересно... Интересно, интересно ли вам... Что вам интереснее вообще в таком формате? Чтобы я об игре рассказывал больше? О своей стратегии? О том, что я делаю? Или чтобы пока я играл, я старался интересно базарить за жизнь? Потому что, да, смысл моего предыдущего базара это о том, что, ребята, уважайте свой труд. Кем бы вы ни работали, посылайте хреновых клиентов нафиг. Пусть хреновые клиенты, которые не могут нормально платить, идут к тем, кто хреново делает. Если вы уважаете свой труд, если вы считаете, что вы профессионал в своем деле, посылайте хреновых клиентов нафиг. У меня вот, знаете, у меня такой ситуации не бывало, чтобы, например, у меня много работы с хреновым клиентом, скажем, и мне приходится отказывать хорошему клиенту, да, из-за того, что там, типа, я уже работаю над работой хренового. Но, в принципе, такую ситуацию не надо иметь сильное воображение, чтобы представить, что, предположим, да, вы будете делать кучу такой, знаете, типа, там, может быть, элементарной работы, за которую вам мало заплатят. А, не знаете, у меня было такое. Когда-то я долгое время снимал бизнес-конференции. И это была очень простая работа, за нее стыдно было брать большие деньги. Поэтому, как бы, потому что, ну, типа, работа была элементарная. Но, в результате, в какой-то момент я осознал, что, как ни крути, типа, на то, чтобы всю эту конференцию обработать, отдать, просмотреть на баги, да, тратится очень много времени. А платить больше клиент просто был не способен. Поэтому мы с ними разошлись, скажем так. Вот, блин, он загрейдил, он загрейдил уже 11 уровня на меня. Блин, а красный на него толком не грейдит. Я на красного только седьмого уровня, получается, загрейдил. Блин, это я по грейдам отстаю. Это мне надо вовсю грейдить на красного. Пишет потная катка. Ну, конечно, блин. Это, оказывается, я, Нубяра. Я его жалею. Все-все бабло. Все бабло кидаем на красного. Потому что, наверное, против меня идут уже 11. А против красного только, вот, получается, восьмой грейд я сделал на него. Ну, и пока еще седьмой идет, но сейчас должен восьмой вроде пойти. Да, и сегодня такой день, что я поотдавал заказы всем нормальным клиентам, и вроде, Эй, Вайс, это же идеальная возможность заняться хобби. Но, понимаете, мне очень тяжело браться делать какое-то видео, браться делать какое-то видео, потом его бросать и начать делать другое. Потому что, ну, во-первых, да, есть несколько видео, по сути, я их делаю бесплатно для своих друзей, да. И для меня приоритетно сначала сделать видео, за которое мне заплатили, потом делать видео, за которое мне заплатят потенциально, и уже потом делать видео для моих друзей, которые, ну, типа, как бы, они мои друзья, как бы, иногда мне неудобно брать с них деньги, иногда они просят снять им видео, как бы, которые им денег не принесут, поэтому, как бы, они не имеют возможность прям сразу мне заплатить, скажем так. Девятый левел, я... Это... Это... Все правильно, я ничего не путаю, да. Это я бы на него заградил девятый левел. Вот, блин, а сейчас немножко потерянный. Что для меня важнее, вовсю обороняться или делать грейды на красного? Потому что, если теперь в этой ситуации я нубяра, то получается, что красный может победить. Потому что, реально, получается, что я теперь тот, кто жалею красного. Получается, я сделал все грейды, кроме грейдов на эту сплэш-тавур, в которой, в принципе, смысла нету. На самом деле, может быть, я пошел по неверному пути, надо было до последнего момента выживать только благодаря голд-тавуркам, чтобы больше голды они приносили. Но сейчас уже ничего не поделаешь, нужно строить светляков. Нужно застраивать вместо лучников все этими лаки-тавурами. потно-потно-потно-потно-потно. Действительно, потная катка. Сейчас, в общем, получилось так, что солнце еще высоко, я закончил делать всю работу, и как бы надо сделать сначала видео для моих друзей, для тех, кто давно ждет от меня видео, таких много, можно даже прямо сказать, таких трое. На данный момент трое, по крайней мере, есть три человека, которые более приоритетные, потому что у них проекты, которые необозримом будущем, хотя у кого-то даже в очень обозримом будущем будут. Им нужны видео. То есть сейчас бы вот вроде как время делать работу для них, но работа для них может занять весь день. Можно занять весь день, а то и пару дней, а мне может в любой момент позвонить один из этих плохих клиентов и сказать типа вот мы подумали, давайте скорее делайте нам видео, потому что вот один клиент, я жду, когда он посмотрит материалы, что я ему сбросил, то есть я тупо сижу, жду, когда мне ответят. Ответить мне должны были в понедельник, то бишь почти неделю назад. И как бы, и как бы да, можно сказать типа я умный, вы неумный, вот вы мне не ответили, поэтому я займусь вашим видео потом, сейчас я должен там эти три дня делать видео для моих друзей, а вот вы из-за того, что не ответили мне, когда я ждал, теперь ждите. Ну ни хрена такое не прокатит с клиентом, клиент скажет тебе ты что типа сумасшедший, я тебе плачу и клиент пошлет тебя нафиг. В другие времена нафиг бы я сам стал такого клиента, потому что ну типа ну есть определенные условия, они обсуждаются, получается я красному засылаю 12 левела, надо потеть, надо потеть, надо быстрее засылать больше красному, да, в другие времена я бы с такими клиентами бы держался подальше, чувствую все-таки моя стратегия масс-лучниц не работает, хотя они у меня полный круг не делают, насколько я вижу, но это все равно не умаляет того факта, что они скоро начнут его делать, надо строить лаки таверы и не забывать грейдить все подряд на моего врага. Епт. Да, видите, они теперь начинают по чуть-чуть делать полный круг, я не то и строю, но ничего страшного. Жесть, жесть он на меня грейдит. Больше лаки таверов, больше лаки таверов, они не должны делать этот круг, и надо не забывать грейдить. Чувствую, чувствую мне конец, чувствую это все финал. Еще не успевает проти круг, как он делает грейд на меня еще более сильных врагов. Вот так играешь, играешь, все, изи, 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 и тут опача, и фиол вот настолько сильно вырывается вперед. Интересно. Ну да, я походу сливаюсь, я походу сливаюсь первый, и сейчас моя, вся вот эта орава, которую на меня пустил фиол, резко перекинется на красного и сольется красный. Значит, все-таки, все-таки красный нубас. Он нормально не продамаживал фиола, фиол толком ничего не строил, и вот так вот все. Конец мне. Опа-ча. Убер Тауэр. Я нубас. Блин. Я, короче, солью походу. Да ладно, чувак, а вот это вот обязательно надо было писать в чате. Блин, тут подождите, у него еще какой-то баф работает на Тауэр. Или что? Или что это? Блин, забавные монстра уже идет, типа, в форме деревьев. А на него всего лишь 17-й получается. Это всего лишь 17-й, а на том уже я забыл уже. Блин, вот это Убер Тауэр. Я должен был, я должен был как-то ее построить, но я что-то дубанул, видно. Походу, это Лаки Тауэр, она грейдится в эту Убер Тауэр. Я понял, надо было грейдить только, надо было грейдить только вот эти, только Лаки Тауэры и быстренько превращать одну из Лаки Тауэр в Убер Тауэр. Блин, я не заметил даже. Или как строится Убер Тауэр? Может, она типа появляется после какого-то грейда? Надо будет пересматривать видос, смотреть, не тупанул ли я. Потому что, может быть, я тупанул, но неважно, я, в общем, еще сыграю не раз в эту карту. О! Все, Фиол победил. Ну да, все-таки классная игра был. Да, я согласен, классная игра был. Ну блин, да, вот я сразу по умолчанию стоял вместе с Фиолом, который довольно сильный игрок, он нормально, в то время, когда против него был синий нубас, который на него не грейдил, он сам по себе сильный, еще ему и повезло стоять по соседству с слабым. Ну и красный тоже, видно, что как бы слабый. А! Ладненько. Эх! Надеюсь, это видео тебе понравилось, мой дорогой друг. Обязательно обрати внимание, что в уголку экрана опрос, нравится ли тебе такой формат, проголосуй, если нравится. И, собственно, может быть, может быть, будет смысл не просто стримить Warcraft 3, а еще и как-то кооперироваться с тобой, мой дорогой подписчик. Я играю на горении. Как играть на горении незамысловато. Фух, получилось такое, да, любопытное видео. Пожаловался немножко на жизнь. Ксюша лежит, болеет. Пожелайте ей в комментариях крепкого здоровья. Эх, а я прощаюсь с вами, мой дорогой друг. Подписывайся на канал, ставь лайки и жду-жду мнения в комментариях. До новых встреч!